Цитирую весьма известного блогера. Пытаясь разобраться со всем, что сейчас творится, пришёл для себя к следующим выводам. Первое. Экономические успехи 2000-х годов были вызваны резким ростом цен на нефть. Никаких поднял с колен не было. Олигархию обуздали, вернули контроль над природными ресурсами государству. Я так понимаю, здесь должен был быть знак вопроса. Золотой век нефтяной экономики. Никаких технологических прорывов, заделав на будущее, российская экономика не имела. Целью было как можно более тесное сотрудничество с Западом. Казалось, что модель работает идеально и её не надо менять. Персонально люди из элиты страны богатели на глазах, покупая собственность за границей, притом связывая себя с Западом. Второе. На фоне успехов 2000-х российское руководство возомнило себя кем-то выше колониальной администрации. Потихоньку она стала дрейфовать к идее многополярного мира, кульминацией чего стала мюнхенская речь. Тем не менее, полностью адекватной реакции на цветные революции происходящих по периметру не было. Россия вела крайне пассивную идеологическую работу по странам СНГ. Зачем вкачивать деньги в культурные проекты, если можно прописать откаты в закрытых частях договоров, можно купить лидеров стран. Договориться. Эта стратегия полностью с треском провалилась. Третье. Страны Запада это начало изрядно беспокоить, злить. Они начали вынашивать планы поставить Россию на место. Четвертое. В 2008 году произошла война в Южной Осетии. Странная, очень странная война. Из-за доказанного факта прямой атаки режима Саакашвили на российских миротворцев. Россия удалось ввести свои войска, по сути вернуть все как было и выйти сухими из воды. Победа! Далее идет перечисление всем хорошо известных событий, в общем-то, которых вполне можно характеризовать как победные для России, которые в том числе и подняли весьма позитивные патриотические настроения внутри страны. И людям захотелось как можно большего. Соответственно, возникли и такие оценки. Пятнадцатое. Россия признает выборы Порошенко. Серьезнейшая ошибка, уступка. Россия не может допустить военного поражения повстанцев. Это повлечет сильнейший общественный резонанс. Из-за этого начинает свою работу военторг. Семнадцатое. Двадцать четвертого августа. Иловайский котел. Полный разгром украинской армии. Чирк рук дело догадаться несложно. Вероятно, военные чуточку перестарались. Или не чуточку? Восемнадцатое. Сильнейшее куларное давление на Россию. Такое сильное, что заключается позорный минский мир. Девятнадцатое. Обострение начало 2015 года. Украина пытается что-то сделать, но проиграла. Чьих рук это дело догадаться несложно. Двадцатая. Заключается второй Минск. Суть такая же, как у первого, но на этот раз все серьезнее. Двадцать первое. Активная фаза украинского конфликта закончена. Влияние Москвы на внутриполитические прогрессы на Украине нулевое. Население обрабатывается антироссийской пропагандой. Россия потерпела крупнейшее геополитическое поражение. Элита страны поставлена на место. Она готова делать все, что ей прикажут. Слишком большой страх введения новых санкций. Теперь стратегия Москвы становится, не будем поддаваться на провокации. Сдавать все, на чем настаивают западные партнеры. Автор считает, что штаты добились своей главной цели – послушности руководства России. Что они, вероятно, будут делать теперь? Первое. Усиливать пропаганду на российскую аудиторию. Подрывать доверие к российской власти станет гораздо проще, учитывая, что сама власть делает все возможное и невозможное для этого. Второе. Усиливать работу на регионы. Внедрять агентов влияния в органы власти субъектов Российской Федерации. Третье. Усиливать присутствие в странах НАТО. Четвертое. Пытаться внедрить агентуру выше руководства РФ. Возможно, это уже сделано. Хотя и в этом сомневаюсь. Далее объясню, почему. Когда все будет сделано, штаты предложат руководству РФ что-то вроде сделки. У нас есть агенты во всех регионах РФ. Мы можем раскачать вашу страну за несколько недель. А вы не сможете с этим ничего поделать. Ваше население вас ненавидит. И поэтому вас не поддержит. Давайте сделаем так, чтобы было удобно всем. Мы даем некоторым из вас гарантии личной безопасности. А вы передаете власть нашим людям. За три года мы стали свидетелями того, как сильнейшую страну сломали об колено. Разными способами. Где-то предательством, где-то глупостью, где-то шантажом. Они своего достигли. О выводах не будем, но предпосылки изложены корректно. Без оголтелости, без домыслов, в логической последовательности. Разумеется, не без упущений. Именно с таким выводом, пожалуй, и согласятся прежде всего наши патриоты. То есть те люди, которые, по сути, не понимают главного. Что эти события и им подобные события в нашей стране и в других странах, это не результат деятельности каких-то там элит и руководителей тех или иных стран. Разве не ясно, что и с тем же Медведевым, которому до Путина, конечно же, далеко, события в нынешней России примерно так же развивались бы, как и сейчас. Примерно же так, как они развивались, кстати, в Царской России перед Первой мировой войной, да и в СССР перед Второй мировой войной. Что-то есть такое, что в нынешней России никак никто не хочет видеть, начиная от ура-патриотов до тех же горе-реформаторов, среди которых даже тот же Чубайс уже заговорил о необходимости использования советского опыта без тех самых идеологических закидонов, которые сейчас как раз проявляются в политике Запада наиболее ярко. Именно это что-то такое не позволяет нам так организовать жизнь россиян, чтобы нам завидовало тоже население Запада. Хотя, конечно же, тому же Советскому Союзу удалось сделать самое главное – все теперь завидуют нашей безопасности. И вот теперь нам надо доделать то, что не дали доделать нам и тот же Запад, да и наши люди, которые не знают, что такое протягивать ручки по одежке. И очень обидно, что в том числе и они не осознали того главного, что было достигнуто в СССР, а именно то, что впервые за всю историю человечества у нас была разбужена живая энергия масс. У нас впервые, опять же, за всю ту же историю человечества, у людей перестали атрофироваться творческие способности, которые даются всем нам при рождении. И СССР совместно с той же ГДР уже были близки к тому, чтобы эти самые способности начать использовать на все 100%, а не как сейчас, дай бог, хотя бы на 1%. Это, кстати, касается и Запада. Где, кстати, примерно 100 лет тому назад был проведён уникальный опыт с рентгеновской трубкой Кулиджа. Опыт, продемонстрировавший возможности осуществления реактивных взаимодействий без какого-либо расхода масс. Но в силу как раз нынешних особенностей, денежных взаимоотношений, человеческий прогресс и, в частности, освоение космического пространства пошло по пути использования именно огромнейшего расхода масс. Достаточно вспомнить старты тех же, например, сверхтяжёлых ракет, на которых люди летали на Луну. Это же подлинный ужас. Космонавты стартуют фактически в результате таких воздействий, которые можно сравнить разве что с ядерным взрывом. И вот именно советские, а потом и российские изобретатели, а не советская и российская заорганизованная наука могли повернуть на основе именно массовой внедренческой деятельности научно-технический прогресс как раз в ту сторону, где реактивные взаимодействия использовались без какого-либо расхода масс. Да и благополучие людей было бы обеспечено именно на всём земном шаре, а не в отдельных его странах. И вот в этом плане, если упёртость того же Путина, пусть даже из тем же Чубайса, обернётся для нас возвратом к тому же опыту СССР, который в том или ином варианте обязательно обернулся бы организацией массовой внедренческой деятельности, то в этом случае наше светлое будущее, как и будущее всего человечества, было бы гарантировано и при всех нынешних ошибках путинских властей и якобы достижений с Запада. А соответствующий советский опыт сводится, кстати, к той самой практике использования рубля, которую можно охарактеризовать как денежная взаимопомощь населения при помощи бывшего Сбербанка СССР, отличие которого сводится к использованию так называемого общего котла вкладчиков, пусть на первых порах, как и в СССР, чрезвычайно заорганизованного, но без которого о массовой внедренческой деятельности и о счастливом будущем человечества и мечтать не приходится. А все эти игры, как подковёрные, так и происходящие на наших глазах, о которых здесь, собственно, и идёт речь, всё это мелочи жизни, анализ которых – это, в общем-то, зря потраченное время. И это, кстати, очень хорошо понимали наши предки, те умнейшие люди, которые, как говорится, университетов не кончали, и над манерами которых у нас сейчас очень любят поиздеваться, как и над их идеалами, с которыми они в том же 1941 году оказались в значительно более сложном положении, чем мы сейчас. Но выстояли, а затем продемонстрировали то, что нам сейчас, пожалуй, не под силу. И это самое важное основание для раздумий, нынешних наших раздумий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!